Энергетики, угольщики, нефтяники, аграрии и животноводы. В Павлодаре в эти минуты начинается первый областный форум, посвященный человеку труда. Деликаты из всех районов области, представляющие все виды рабочих профессий, обсудят актуальные вопросы, поговорят о преемственности поколений и раскроют свои секреты успеха. Отмечу, в Казахстане в этом году впервые будет отмечаться День труда. Он учрежден указом главгосударства и по календарю приходится на последнее воскресенье сентября. Участников Павлодарского форума в концертном зале «Достык» встречает наш корреспондент Салват Мербулатулы. Он сейчас на прямой связи со студией. Салват, здравствуйте! Каких успехов в производстве достигла Павлодарская приортышья и что говорят участники форума? Форум начнется с минуты на минуту. Готовились к нему основательно, потом, как вы уже сказали, мероприятия подобного рода в приортыши проходят впервые. Масштаб говорит сам за себя. Сюда, в Павлодар, кстати, участниками форума приехали свыше 300 человек. Это люди самых разных профессий. Здесь нет начальников, а действительно только представители рабочих профессий. Есть даже очень редкие. Это мастера гончарного дела, мастера ювелирного дела, маркшейдеры и даже пчеловоды. То есть те, кто каждый день своим трудом вносит огромный вклад в развитие не только родной Павлодарской области, но и всего Казахстана. Павлодарская область не зря называют индустриальным сердцем Казахстана. Цифры о достижениях региона звучат часа. Но я еще раз повторюсь, Павлодарская приортыши вырабатывается больше половины всей электрической энергии. Здесь область дает стране 100 процентов алюминия, столько же ферросилика алюминия, 60 процентов бензина светлых сортов. И здесь добывается больше половины всего бурого угля. И еще раз хотел сказать, что здесь в Павлодаре уделяют огромное внимание подготовке хороших технических кадров. Рядом со мной сейчас находится Сергей Рученко, это молодой металлург. Сергей, я знаю, что вы участвовали в закладке фундамента электролизного завода, который еще называют первенцем программы форсирной индустриализации Казахстана. Скажите, насколько сегодня престижно быть металлургом и насколько интересно работать на таком современном производстве? Я пришел на завод с 2007 года, начинал с простого рабочего и на данный момент уже занимаю должность старшего мастера по технологии. Конечно, производство очень новое, когда ты приходишь студентом, все это для тебя еще неосознанно. Ты не можешь понять, что откуда куда. И на данный момент, идя на работу, ты уже осознаешь само сознание, что ты производишь крылатый металл не только для своей страны, но и производишь его для международного потребления. Это действительно является очень гордостью для тебя. И в то же время, что является гордостью, что наш президент является тоже главным металлургом Казахстана. С этим чувством действительно очень приятно осознавать. На данный момент очень приятно видеть, что студенты, с которыми я учился и которых преподают сейчас мои преподаватели. Приходят ко мне на практику, говорят о том, что между образовательным уровнем и нашим заводом очень тесная связь. Ты их обучаешь, они на твоих глазах растут и добиваются. Так же, как когда-то добивался этого всего я. Действительно, об этом говорю с гордостью. Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что мы только что говорили с молодым металлургом Сергеем Рудченко. Он сразу после института пошел работать на электролизозавод, который еще называют первенством программы ФИР в Казахстане. В Павлодарском прииртыши действительно очень серьезно подходят к воспитанию молодежи. Сейчас в прииртыши на различных производствах работает свыше 330 тысяч человек. Из них 47 процентов это женщины. И радует, конечно, что много молодых специалистов. Для них строится жилье, они обеспечиваются полным социальным пакетом. Только с начала года в прииртыши проведено свыше 40 ярмарок вакансий, через которые достойную работу себе нашли больше тысячи человек. Еще свыше 300 повладарцев смогли заняться бизнесом, открыть свое дело. Об этом мы сейчас поговорим с представителем управления соцзащиты области. Галуа Казымовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела у нас с трудоустройством в регионе? Значит, мы стараемся обеспечить продуктивную занятость тех всех граждан, которые обращаются в органы занятости. И на сегодняшний день, вот из числа, которые обратились в органы занятости, более 60 процентов обеспечены постоянной работой. Благодаря дорожной карте занятости мы помогаем людям создать свои рабочие места, самим открыть рабочие места. И вот в текущем году, значит, получили микрокредит более 300 человек. Из них, значит, 161 человек, это впервые они открыли свои новые рабочие места и открыли дополнительные рабочие места. И мы воспользовались этим моментом и обеспечили еще лучше занятость наших людей. Желаю удачи, огромное спасибо. Делегаты форма продолжают пребывать. Здесь в фойе концертного зала «Достык» их встречает духовой оркестр. Здесь же организована специальная выставка. Да, и еще ко дню труда, которая в Казахстане впервые с этого года отмечается в последнее воскресенье сентября, учреждена и специальная награда. Янбек Ардагеры, ветеран труда. Сегодня в торжественной обстановке состоится награждение лучших из лучших. Вот такая у нас информация. Астана. Да, спасибо, Салуат. Я напомню, на прямой связи со студией был наш павлодарский корреспондент Салуат Симирбулатул. А мы продолжим выпуск.